Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Леона. Возможно, уже кто-то открывал коробки и им выпал данный танк, кто-то его собирал в конструкторском бюро, неважно. Суть в том, что мы поговорим сегодня про этот танк, сделаем обзорное видео, посмотрим все его плюсы и, конечно же, главные его минусы. Также все его фишки, потому что фишки у данного танка есть, но и тут же будут подводные камни. Разберем его броню, что на него ставить и повезло ли вам, самое главное, если он выпал этот танк, потому что есть и 780, есть и КПЗ, и вроде бы Вафля 10, а тут, ну вот как бы ли он, название громкое, а что у нас здесь за танк. Сегодня мы с вами будем это все дело разбирать, так что присоединяйтесь, делайте себе бутерброды, чаек и внимательно все слушайте и запоминайте. Мы с вами начинаем. Ну а первое, то с чего мы начнем, это бронирование данного танка. Здесь, по сути, многие этот танк называют леопардом итальянским, ну либо итальянский леопард, либо, не знаю, леопард по-итальянски, без разницы как угодно. Брони в корпусе здесь столько, сколько у леопарда, то есть они могут посоперничать. В чем плюс? Плюс этот танк иногда, за счет того, что у него здесь, ну вот буквально небольшие, там миллиметры 35, иногда он может отбить какие-нибудь снаряды, ну до 105 миллиметров. Дальше ничего. В целом пробивается всегда, иногда это шьется даже фугасами, то есть фугасами здесь пробивается и есть такое. Что касается бронирования башни. Сами по щебе вот здесь вот эти вот стороны, да, если вот так вот смотреть, они танкуют в том плане, то что здесь 90 миллиметров под приведенкой, как бы все окей. Что касается самой башки, не нужно думать, что она какая-то, ну не знаю, вообще, да, неприступная. Здесь 267, 270, ну вот где-то на 300, да, это если повыше. В целом, если стрелять либо под низ маски, либо чуть выше, если визуально смотреть, то есть делать как в игре, то есть если кидаете вот приблизительно, да, посюда, здесь 270, то есть в районе. Но если вы кинули сюда, то уже не пробили. То есть он, в принципе, очень неплохо шьется вот здесь вот под низом, либо вот здесь вот вверху. Опять-таки, это ББшка. Если зарядить подкол, то миллиметры будут совершенно другие, да, но, как правило, ББшка в 270, там, 268 не у каждого есть. А подкол, который в 323, ну, вы видите, то, что ему здесь всего лишь там 200, 90, 300. То есть на голде этот танк пробивают, ну, вот практически в башню 100%, если попадает. Есть вот такая вот еще полоска, бла, плашечка такая, да, ну кто по ней будет кидать. В целом, что я могу сказать, да, у него есть УВН, он может вот так вот стать, и вроде бы кажется, фиолетовая зона везде рикошеты, но маска все равно будет пробиваться. То есть знающий игрок будет тебя шить и с этим проблем вообще никаких не будет испытывать. Причем, когда вы играете от УВН, пробить вас становится гораздо проще в башне, чем когда вы играете, ну, просто, скажем так. Это парадоксально. В каком плане? В таком то, что, смотрите, здесь тогда становится, ну, гораздо больше зон, куда можно пробивать данный танк. Если он играет, допустим, ну, вот просто, да, как вот он сделан, вот таким вот образом он смотрит на вас, пробить его становится здесь немного сложнее. А когда вы играете от УВН, становится проще. Такой вот парадокс, но, опять-таки, будет он стоять, будет немного вот так орудием подкручивать, докручивать, и уже будет сложнее. В целом, надеяться на какую-то чудеснейшую броню у данного танка не стоит. Она иногда может спасать, но иногда она может настолько вас огорчить, то, что вы, ну, просто в следующий раз подумаете, блин, а стоит ли мне вообще показываться. Вот я, допустим, сколько об этом не катал боев, я на основе там порядка 30, и до этого мы на стриме там еще боев 15 катали, и так еще. Ну, в совокупности боев, наверное, 60 я на данном танке провел. Могу сказать то, что средний заблокированный урон у меня был в районе 500 единиц. Ну, то есть, много это или мало, думайте сами. Если взять УДСа, допустим, шведского, да, 15-16, он тоже там с башкой как бы крепкой, там 800, ну, то есть, чувствуете. На Леопарде мы совсем ничего не танкуем. Но, опять-таки, если взять Е-50 какого-нибудь, у Е-50 уже, соответственно, под 900, то есть, это чувствуется. Броня здесь есть, но на нее надеяться не стоит. Она только башкой танкует, и все, ну, изредка корпуса. Самое главное, давайте мы, наверное, сначала пойдем по таким вот характеристикам второстепенных, а дойдем потом до орудия, на котором очень долго нужно останавливаться. По порядку. Обзор 400 метров, базовый, никаких вопросов нету. Ставите вентиль, доппай, прокачивайте экипаж, все нормально с обзором, вообще забудьте. Маскировка, я не могу сказать, что она здесь шикарнейшая, да, но более-менее в прокачанном виде она будет 28%. По сравнению с одним местом это немного, по сравнению с другим местом это нормально. В целом, это средняя такая, как-то, средняя температура по палате. Это нормально, вопросов никаких нету. Что касается скорости, то же самое. Здесь все в этом плане довольно неплохо. 60 вперед, 17 назад, на месте поворачивается хорошо, 20 кобыл практически на тонну. Первый слот горит под, ну, как бы, мобильность, соответственно, вы ставите сюда трубонагнетатель. Получаете 65 вперед, 20 назад, поворачиваетесь хорошо, становится 21,5 кобыл на тонну и данный танк едет. То есть он едет. Да, возможно, он не летает, как-то может там Леопард делать или там С-63, но это довольно подвижная СТ, которая, в принципе, очень даже хорошо гоняет. То есть, что мы видим? Мобильность есть? Есть. Маскировка есть, не лучше, но она есть. То есть, в принципе, нормально. И обзор есть. То есть, уже как бы плюс, да, то есть, по некоторым показателям. По ХП я уже сказал, то, что здесь, как бы, в этом плане все не так хорошо, да, и с точки зрения брони, с точки зрения ХП, 1850. Если подставляетесь, будет очень больно. То есть, я не знаю, если СТ, у которой будет гораздо меньше запас проще. 1850 на 10 уровне, я такого что-то не припомню среди средних танков. Напишите в комментарии, если, конечно, такое есть. Но, что касается выживаемости, то здесь, ребят, на этом танке нужно играть мега аккуратно. То есть, это самый, как бы, главный пробел такой. И орудие. Вот орудие, это та штука вокруг всего того, то, что есть, да, в этом танке, оно и крутится. Почему? Потому что здесь есть как явные плюсы, так и большие минусы. Какой явный плюс? Плюс в том, что базовая точность, во-первых, 0.33. Это хорошо. То есть, вы получаете точность 0.3. Это здорово. А если не заходить в полевую модернизацию, то, в принципе, можно сделать точность даже 0.29. То есть, я просто так поставил, чтобы она ухудшилась немножко ради ДПМ. Что касается остального. У нас с вами 4 снаряда. Здесь нет эффекта обратной дозарядки. Нет, то есть, но здесь есть эффект обратной дозарядки от третьего снаряда, как бы это ни казалось странным. То есть, у нас первый снаряд заряжается 21 секунду. То есть, вот так вот, да, 21 секунду. А второй снаряд заряжается 8 секунд. То есть, чувствуете разницу? Разница, я не знаю, да, в 2,5 раза, да, практически. Потом снаряд заряжается 10 секунд, а потом 13 секунд. Для обычного игрока, в принципе, все эти цифры не обязательно знать. Помните главное, когда вы зарядились, когда у вас 4 снаряда, вы отыгрываете, как, допустим, на ИС-3 с МЗ. То есть, вы откидываете 3 снаряда и потом играете от ДПМ. Здесь, ровным счетом, такая же ситуация. То есть, здесь обратная дозарядка от третьего снаряда. Вы откидываете 3 снаряда и потом играете вот этим третьим снарядом. Потому что он заряжается 8 секунд. А с вентилем, с доппайком, с полевой модернизацией, которую чуть позже расскажу, у него будет КД 6,8. А если вы поставите сюда боновый, поставите еще инструкцию, то КД до 6,5 упадет. То есть, согласитесь, это нормально. Но у вас остается еще один снаряд в магазине. Он, ну, вот хранится на самый крайний случай. Когда вы видите то, что танк уезжает, его нужно добить. Или, не знаю, вы понимаете то, что вы сейчас умрете, и вам лучше эту тычку отдать. То есть, вы не успеете дозарядиться. Поэтому этот выстрел нужно, конечно, отдавать последним. Потому что КД даже в прокачанном виде будет 18, там, 17,8 секунд у первого снаряда, а у второго 6,8. Разница 11 секунд. Это очень долго. Поэтому, если вы думаете то, что, ай, лучше вот я сейчас отдам и этот, и тот снаряд, нифига так не получится. То есть, вам гораздо проще кинуть этот, дозарядиться и опять кинуть. Это будет гораздо быстрее. То есть, вы потратите 7 секунд, потом вы потратите опять 7 секунд и дадите тычку. А у вас последний снаряд будет заряжаться за 18. Поэтому последний снаряд используйте в самых крайних случаях. Когда нужно, возможно, добить ЛТ-шку. Или, там, не знаю, ну, вот нужно дать тычку кровь из носа. Там, на перекатке даете, вы понимаете то, что следующую, там, секунд 30 вы будете каруселить кататься. И вам, в принципе, там, дозарядка первого снаряда не будет доставлять какого-то дискомфорта. Тогда можно выстреливать. В целом, ориентируйтесь на три снаряда. Четвертый. Ну, вот, знаете, кто-то с собой носит, там, перцовый баллончик. Кто-то носит там с собой электрошокер. Без разницы. Чисто для безопасности. Он есть, но есть не просит. Да, как бы это ни звучало. И вы, вот, будете его возить и в самый крайний случай отстреливаться им. Имейте это в виду. Теперь, в целом, пушка по 420 альфы. Это нормально. То есть, она, как бы, может заряжать. И фугас здесь на 510. Кстати, многие фугасы дооценивают. Но и это недостаток самого, скажем так, орудия. Потому что здесь дозарядка, да, у нас 4 снаряда в барабане. И, как бы, вот, перезаряжаться на фугасы, типа, не камильфо. Потому что у нас фугасы, между прочим, пробивают 105. И хочется их возить, потому что те же вафлепазы сейчас появились. Там, я не знаю, куча каких-то, не знаю, бабах, там еще что-то. И можно, как бы, пострелять на фугасе. Но когда у тебя заряжен барабан и 4 снаряда, согласитесь, скипать его и перезаряжаться на фугасы, ну, вообще не то. Поэтому в этом плане, конечно, проблемные фугасы практически не используются. Конечно, я их вожу иногда. Но они пригодятся тебе, наверное, в один из пяти боев, когда ты поймешь, что там остались, ну, только картоны. Можно вот заряжать барабан фугасов. Конечно, и раздавать, ну, просто сумасшедше, там, 2000 дамага с барабаном. В целом, вы будете играть на основных снарядах, которые 258 пробивают. Летает 1100 довольно быстро. Вопросов нету. И также очень хорошие голдовые снаряды. Они летают вообще шикарно. 1400, 323 пробивают. То есть, спору нету. Пушка вниз опускается на 9, вверх поднимается на 20. То есть, здесь все шикарно. Если говорить о ДПМе, ну, здесь, наверное, очень сложно рассуждать, потому что бои, ситуации в этих боях бывают довольно разные. Но если вы будете играть вот именно третьим снарядом, то есть, как бы от ДПМа, да, играть вот с тем единственным снарядом, то у вас ДПМ 3700. Согласитесь, иметь такой ДПМ, при этом иметь еще вариант, когда вы можете вдамажить, скажем так, очень неплохо, почти 1700 хп, согласитесь, это здорово. Но здесь есть и минус. Первый минус – это время сведения. Базовое время сведения у данного танка – 2,7. Это очень долго, и до 2,36 оно разгоняется. Плюс ко всему, не самая лучшая стабилизация. То есть, она здесь, конечно, есть кое-какая. Она неплохая от поворота башни. Вот просто, когда вы башкой крутите, она неплохая 0,12. Но от поворота корпусом, да, от поворота, там, когда вы там гусеницы поворачиваете, вот там вот становится прям очень, как бы, очень-не очень. То есть, когда вы поворачиваетесь – плохая стабилизация, когда вы едете – плохая стабилизация, потому что по 0,20 – это такие, ну, большие показатели, да. А когда вы вот именно просто пушкой поворачиваетесь, когда вы стоите, от УВНов играете, в этом плане, наверное, никаких проблем нет. Поэтому, если уж и говорить о сборке, то понятное дело то, что здесь турбина залетает 100%, залетает также вентиль 100%, потому что вентиль разгоняет нам обзор, так как мы картонная, как бы, СТ-шка, нам желательно, чтобы мы могли сами себя подсветить. Вентиль разгоняет нам точность, вентиль разгоняет нам ДПМ, который нам тоже необходим крайне. Ну и, соответственно, как бы, вот дает такую прибавку. И, конечно же, стабилизатор сюда обязательно залетает, потому что стабилизатор уменьшает разброс, и это, конечно, здорово. Вообще, в идеале иметь вентиль, стабилизатор и систему повышения мобильности, понятное дело то, что первые там какие-нибудь боновые будут, а потом система повышения мобильности Т3, потому что там и УМП, и стабилизатор, и вентиль, и турбина. Вы получаете аж 4 оборудования в трех слотах. Это будет замечательно. Но если у вас нету, то, в принципе, вот турбина, досл и стаб будет более чем неплохо. Что касается полевой модернизации, даже если вы полностью прокачаете ее, я рекомендую сюда ставить, опять-таки, настройку турбонагнетателя. Это на пятом уровне. И на седьмом это настройка механизма заряжания. Да, вы немножко ухудшаете там свою, ну, как бы, точность. У вас 0.29 станет 0.3, но при этом вы улучшаете ДПМ. То есть вместо там 3.600 вы делаете 3.700 плюс соточку. Это чувствуется, это ощущается. Поэтому, в целом, если у вас с КД было 7 секунд, да, на самом ДПМном снаряде, то станет 6.7. Это нормально, это будет ощущаться. То есть, в целом, как-то так. По игре этот танк напоминает, я даже не знаю, многие вот ориентируются на Леопарда. А в чем смысл, да, я как бы не вижу. Леопард играется немного по-другому. Этот танк играется вообще по-другому. Да, он похож по тому, как он гоняет. Он похож по тому, там, по альфе, да, своей. Но, в целом, на Леопарде ты как-то играешь более по-другому. Ты даже, когда ты врываешься куда-то, ты понимаешь, что у тебя быстрое КД внутри барабана. Ну, не барабана, а просто, да, у тебя быстрое КД, у тебя хорошие снаряды, ты летаешь 70, и все как-то это. На этом танке, это как бы вот плюс, в отличие от Леопарда, это какая-то броня в башне. В тот же момент она и минус, потому что ты пытаешься как-то на нее, не знаю, настроиться, да, пытаешься как-то отыграть от нее, и тебя начинает пробивать. И в этом плане, конечно, ощущает проблемы. В целом, я могу сказать то, что на нем можно играть, как вот типа половина на половину на СТБ-1. Только вот, наверное, по геймплею похож на СТБ-1. Больше, ну, как мне кажется. Башка вроде бы и там танкует, вроде бы и там, но при желании там можно пробить и здесь, можно пробить корпусы такие же. Картонные, по ДПМу, ну, понятно, дело, что СТБшка прикольнее будет, но этот танк тоже по ДПМу хороший, и он тем более побыстрее его будет, и с альфой побольше. То есть, в целом, вот, ориентируйтесь на СТБ-1. Ну, вот, приблизительно как-то так. Если вам СТБ-1 заходит, то, я уверен, вам и этот танк зайдет. Не пугайтесь его до зарядки, просто заряжайтесь и играйте третьим снарядом. Все. То есть, тогда проблем вообще никаких не будет, вы не запаритесь. Желательно, конечно, разыграть его либо на фулл ББ, либо на фулл Голде, чтобы потом в один момент из-за очень долгой перезарядки первого снаряда не получилось так, чтобы зарядили два снаряда, и у вас там осталась Голда, и то есть, ну, как-то будет совсем, короче, не очень. Поэтому, в целом, так. Я считаю то, что этот танк неплохой. Сам лично я на нем за 15 боев, мы 53% побед сделали. Я на нем, между прочим, разогнал средуху 3400-3500 и 500-600 асиста. То есть, отыграли в 400-4200. На него сейчас на 3 отметки требуется 4500, но мы откатали в 90% в отметке. То есть, 3 мы не взяли, мы взяли 2,5, если так можно сказать. Данному танку я ставлю однозначно 5 по геймплей, потому что он едет, он может танкануть, он может цветануть, у него есть УВН, это комфортный танк. Но 4 по нагибу, потому что не всегда бывает просто реализовать данный танк. Ну, а вы пишите в комментарии, что вы думаете об этом танке, выпал ли он вам или нет, хотите или нет, что он вообще с коробок выпало. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на стрим, мы разыграем голду и будем, возможно, разыгрывать коробочки. Это очень важно. И подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там вы найдете ссылку на онлайн-эксель-таблицу, где разборы всех премтанков 8, 7, 9 уровня и по акционным танкам тоже. Всем большое спасибо, до новых встреч. Пока.